Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. Мы приготовим колбаску с сыром. Для приготовления нам потребуется 400 грамм мясного фарша, 100 грамм сыра, я взяла моцареллу, подойдется лугуни. Также нам потребуется 40 миллилитров молока, долька чеснока, французская горчица, можно взять обычную зерновую горчицу, мускатный орех, сладкая молотая паприка и соль. Подготовим фарш. Смешиваем мясной фарш, добавляем туда дольку чеснока, целую, все будем измельчать погружным блендером. Добавляем чайную ложку сладкой молотой паприки, прямо с хорошей горкой ложка, пол чайной ложки мускатного ореха, чайную ложку горчицы, соль, 2 третьих чайной ложки. Все перемешиваем погружным блендером. Самое главное измельчить чеснок, после чего можно добавить молоко и перемешивать в однородную массу. Добавляем молоко и еще раз все хорошо перемешиваем. Берем пергамент, бумагу для выпечки и влажными руками раскладываем фарш. Вот такой у нас получился фарш внешне. Обязательно руки смачиваем, тогда фарш будет хорошо распределяться по бумаге. Формируем вот такой прямоугольник толщиной не больше, чем 7-8 миллиметров. По длине смотрите, чтобы это все влазило в корзину пароварки. Вот таким образом. Длину может быть любой. Далее выкладываем сыр, весь сразу, рядышком. Он занимает примерно одну третью часть от фарша. Может занимать половину, но лучше одну третью. Ближе к краю кладем и скручиваем рулетом. Скручиваем вот таким образом, приподнимаясь с бумаги для выпечки. И потом с помощью этой бумаги будем укреплять, уплотнять рулет. То есть смотрите, сыр у нас оказался внутри. И теперь аккуратно с другого конца уже закручиваем, как конфетку. Сильно не уплотняем, чтобы бумага для выпечки не порвалась, а по краям просто стягиваем ниткой. Подготовленную колбаску помещаем в корзину пароварки. В чашу мультиварки я налила 1 литр воды. Сверху устанавливаем корзину пароварки вместе с колбасой и закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме пароварка. Варка на пару 55 минут, чтобы успела полностью приготовиться колбаса. Отчет времени у меня начинается сразу. Если у вас отсчет времени начинается с момента закипания воды, достаточно будет 45 минут. Время истекло. Колбаска готова. Теперь ее необходимо достать и немного остудить. Теперь рулет можно развернуть и нарезать. У меня еще горячий рулет. Смотрите, рулет хорошо тоненько режется. Частично сыр остался внутри, а частично он вытек с краю. То есть сыр остался внутри, он есть в разрезе. Рулет хорошо держит форму, нарезается. Поэтому он вкусен как в холодном, так и в горячем виде. В горячем виде можно подавать в качестве основного мясного блюда, но в холодном в качестве закуски на бутерброд. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!